Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на наших еженедельных воскресных евангельских чтениях. И сегодня мы с вами читаем отрывок Евангелия, который читается на второй неделе по Пасхе. Это Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 19 по 31. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста с моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою, и ложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. В нашем языке есть устойчивое выражение, это Фома неверующий. И обычно под этим выражением имеют у человека, который является действительно человеком неверующим. То есть, ты, Фома неверующий, означает то, что человек является атеистом, скептиком и так далее. Но если мы с вами внимательно перечитаем это евангельское повествование, то увидим, что Фома неверующий, это несколько иной смысл, несколько иной смысловой оттенок дается в этом отрывке. То есть, Господь Иисус Христос явился своим ученикам после своего воскресения. Но с ними не было апостола Фомы. И вот когда апостолы, радуясь, рассказали Фоме о том, что приходил Господь к ним, о том, что он воскрес, Фома сказал, что он не может поверить в это, пока сам не увидит этого чуда, пока сам не осязает Спасителя, пока сам не сможет его увидеть и потрогать. И в следующий же раз Господь является всем ученикам, в том числе и с Фомой. И дает ему такую возможность. Апостол Фома может ощупать его, он может действительно увидеть следы от ран на теле Спасителя. И тогда, видя все это, Фома исповедует, что Господь мой и Бог мой. И Господь говорит Фоме, что он должен быть верующим, а не неверующим. Святой апостол Фома является пример некого такого здравого сомнения. Он сказал, что он уверит тогда, когда увидит действительно это вживую. Очень часто, особенно в наше время, мы готовы поверить всему. Мы верим в какие-то ложные чудеса, в какие-то заведомо подложные вещи. И в итоге человек увлекается. Увлекается каким-то неправильным путем. Или, что еще того хуже, уходит в скользкий путь гороскопов, астрологии, знаков зодиака и так далее. То есть во всю эту эзотерику и оккультизм. Потому что очень часто они являются людьми маловерными. И готовыми просто взять и поверить тому, что им сказали люди, даже не удостоверившись в этом. Но апостол Фома явил нам пример здравого сомнения. Апостол Фома действительно попросил Господа, чтобы он тоже явился и чтобы тоже смог осязать его. И Господь такую возможность дает нам всегда. Господь специально пришел ко всем ученикам, чтобы и Фома мог уверовать. И часто мы слышим такую историю, когда человек говорит, ну вот я не верю в Бога, я не могу убедиться в этом. Но это неправда, потому что Господь всегда является человеком. И важно просто увидеть волю Божию и Божье присутствие в каких-то обстоятельствах своего бытия. Потому что Господь хочет, чтобы все люди пришли к Нему, все уверовали и все спаслись. Что же для этого необходимо? Необходимо попросить Господа, чтобы Он укрепил веру или вообще даровал ее. Потому что вера это то, что с одной стороны дается Богом, это дар, это Божье благословение. А с другой стороны вера это то, чего достигает человек. Достигает путем своего усилия, путем молитвы, когда просит Господь откройся мне. И путем нормальной церковной жизни. Потому что наши многие современники, которые говорят, что они агностики, скептики, зачастую сами не пробовали ни молиться, пусть даже своими словами. И не пытались найти Бога в своей жизни. А Господь, как повествует этот евангельский отрывок, всегда идет навстречу человеку. Господь всегда хочет, чтобы все пришли к Нему. И обязательно даст возможность удостовериться в Его бытии. Осталось только одно. Осталось Бога попросить. И осталось увидеть Бога в своей повседневной жизни. Субтитры сделал DimaTorzok